На старой липе во дворе большое оживление. Повесил кто-то на заре такое объявление. Открыта школа для птенцов. Занятие с пяти часов. Здесь можно даже летом учиться всем предметам. И ровно в пять часов утра светилась птица-детвора. Воробушки. Горчата. Чижие. Трыжие. Щеклят. Цуроки. Воронята. Синицы-скворцы. Щепечат. Письмятся. Пищат. Галдят. Клюются. Толкаются. Дерутся. Что сделаешь, птенцы? Ну вот влетел учитель в класс, зомотока улеглась. Сидит смирнее голубей на ветках молодежь. Учитель старый воробей. Его не проведешь. Он справедлив, но очень строг. Итак, друзья, начнем урок. У нас по расписанию сейчас чистописание. Воробушки и галочки сидят, выводят палочки. Второй урок. Родной язык. Запомним. Пишется чирик. А произносится чивик или чилик. Кто как привык. Теперь займемся чтением любимых детских книжек. Читаем с выражением поэму Чижик-Пыжик. В доске поет, допустим, тишь. Ну что же ты, дружок, молчишь? Чижик-Пыжик, где ты был? А как дальше, я забыл. Ну тут звонок раздался. Попрыгайте пока. А кто проголодался, заморите червячка. Теперь есть все сознания. Запишем два задания. Где собирают крошки и как спастись от кошки. Отлично. В заключении сегодня будет пение. Все, даже желтороты, поют с большой охотой. Вот самый лучший ученик потенок-лакотин. Он спит уже чирик почти все без шатурки. А вот на этой ветке поставлены отметки. У всех пятерки, молодцы. Летите по домам, птенцы. Летите по домам, птенцы.